Помощь развивающимся компаниям на реализацию инновационных проектов. Гранды на общую сумму в 45 миллионов рублей получат три предприятия области. Два из них находятся в областной столице. Деньги поступят из Федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий. На что конкретно пойдут эти средства, расскажет Егор Канавин. Мы сейчас подошли к аппарату плазменной резки, который выполняет определенные функциональные вещи для производства ролика опор. На производство каждого элемента толщиной 5 миллиметров уходит 15 секунд. Детали нужны для создания ролика опор, конструкции, предназначенных для установки роликов на ленточных конвейерах. Скоро они отправятся заказчику американской компании. Свою продукцию предприятие Вологодские конвейерные системы реализует и в России, и за рубежом. Основное изделие – это конвейерные ролики. От самых маленьких, длиной в 50 сантиметров, до таких двухтонных гигантов. Натяжной барабан, который применяется на магистральных конвейерах. Вот этот барабан сделан для карельского катыша, для магистрального конвейера, который перевозит горно-рудный концентрат. Лента 1400, производительность конвейера, ну, где-то порядка 300 тысяч тонн в час. Даже в новых экономических условиях предприятие держит курс на развитие. В планах расширение производства, выход на новые рынки и запуск в серию нового продукта – специального износа стойкого ролика. Деньги на исследование и подготовку конструктивной базы поступят благодаря гранту в 15 миллионов рублей. Это средство Федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий. Данные гранты и данная поддержка государственная позволяет предприятию развиваться дальше, осваивать новые виды продукции, отвечать тем требованиям рынка, которые предъявляет потребитель. Поэтому для нас это очень полезное взаимодействие, и мы не хотим на этом останавливаться. Такие гранты получат три организации области, которые прошли конкурс на отбор. Среди них и вологодская IT-компания «Логософт». Грант в 15 миллионов пойдет на разработку учебного тренажера для симуляции бизнес-среды. Это будут развернуты программные продукты 1С, в которых студенты и школьники будут выполнять реальные бизнес-задачи. Например, формировать запросы на коммерческие, формировать сами коммерческие, делать реализации, обмениваться с налоговой отчетностью. Вся поддержка направлена на то, чтобы поддерживать те предприятия, которые уже что-то делают, которые уже двигаются и которые на самом-то деле могут обеспечить определенный уровень софинансирования. Государство заинтересовано в развитии высокотехнологичных отраслей, оно заинтересовано в развитии и в поддержке предприятий, которые занимаются импортозамещением, которые занимаются экспортными поставками. Добавим, у вологодских предприятий есть уникальные возможности для участия в разных государственных программах поддержки бизнеса. Познакомиться с ними можно в Вологодском центре развития предпринимательства или на инвестиционном портале города Вологды. При этом размер компании особой роли не играет. Это может быть и новичок на рынке, и уже зарекомендовавшее себя предприятие. Егор Канавин, Михаил Прищев, Максим Тушковец, Вологда Портал.